В общем, слэш-сп пробил 1, также через shift. Повозим игру на счет 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вопрос задает Эль Мьясо. Мьясо. Абер, на ВЦГ России пойдешь играть? Конечно, безусловно. Куда я денусь? Там очень много будет людей, которых, в принципе, уже никто там не ждет. Ты про хулиганы, титаны кого? Я даже не знаю. Про всех практически. Я их жду, на самом деле. Хочу увидеть. Ну, я говорю про народ, который их лично не знает. То есть, никто не ожидает там увидеть хулигана. У него еще такой боевой настрой, что я всех разорву, я поеду на ВЦГ. Михаил-то может, ему, главное, потрениться хорошо. Чемпионского настроя ему, конечно, не занимать он может. Тем более, он это делал не раз, поэтому опыт у него есть. Это хорошо. Вот после такой информации убеждаешься в том, что зачастую мотивацию игрокам дают турниры. Просто есть к чему тренироваться? Тренируемся. Если бы была регулярная движуха какая-то. Все-таки онлайновые турниры, которых сейчас, как я смотрю, очень много, это совсем не то. Ну да. Очень сложно к ним относиться серьезно. Тем более, когда за 100 долларов там борются почти все игроки мира. Это не придает мотивации совсем. Да и с корейцами играть приятного мало, в основном из-за пинга. Потому что с китайцами я вообще молчу. Но это я по старому опыту. Может, сейчас что-то изменилось, конечно, но я сильно сомневаюсь. Сейчас, наверное, как была проблема пинга, так она и осталась. Ну, ГГЦ немного подправилась ситуация. Но когда ты играл, был ГГ-клиент. Да, был. Насколько я помню, довольно долгое время. Я не хочу. Даже не хочу вспоминать то время, когда с китайцами играли просто на батлнетовских хостах. Это было слишком сурово. Это вообще было не самое лучшее время для китайцев. Да и для тех, кто против них играет. Ну что, будем смотреть? Кстати, у нас игра, да. Я слышу, ты по кликам тоже посмотришь игру. Итак, у нас Граби против Хасу. Хасу снова в Гулею. Довольно оригинально. О, БМ окружил! Ну, у него два виндвока, ладно. Ложная тревога. На самом деле, я смотрю, Хас играет. Это нестандартно для сейчасшнего времени, насколько я видел. Угу. Обычно сейчас все Пауков с Фрост Армором делают. До этих игр было еще пара матчей Хасу против, там, Флая и, там, то ли Луцифрона, то ли Граби, где он играл в Пауков, но это закончилось плачевно. И он, видимо, из-за этого изменил стратегию. Потому что карты, в принципе, были те же самые. Непонятно, в общем. Ну, на Секрет Валли, конечно, тяжело вообще против Арка. Тем более против такого Арка, против которого на любой карте тяжело. Но, в принципе, выиграть тут вполне реально. Как ни странно. Особенно вот через Гулей. Через Пауков-то я не знаю вообще, как выиграть, честно говоря, на этой карте. А через Гулей вполне можно. Просто у них класс разный совсем. Я думаю, Хасу не слишком придало мотивации. То, что на турнире сколько там? Четыре Арка из шести, да? Да. Ну, он там просто как... Как самый такой обреченный товарищ. Ну, хорошо, что... Конец какого-то стрима я смотрел, где он потерял ДК на магазине против Флая, по-моему. И так обреченно сразу написал ДГ и вышел. Это явно у него настрой не слишком боевой. Да. Просто приехал чисто поиграть. Так, а тут у нас Граби подстраивается под Гулей и делает вполне логичный шаг. Идет Масс Виверн с ТЦ. Вот это... Фактически героя вы выбираете по базовой стратегии. Так, Койл... А, и девайс еще Граби стыривает, получает вторые перчатки. Ну, Койл, да. Подключает Хасу. Ну, тут я так понимаю, Граби видел просто предыдущие игры Хасу и знает, что он почему-то... Ну, совершенно непонятно мне сейчас, что он делает. Потому что он заказал Лича до Грейда, хочет... Я не знаю, что он сейчас будет с ним делать, бегать просто, наверное. Это Харас, который был в прошлой игре тоже. Ну, особо он не нахарасил ничего на АТМе, в которой игра была. Не самое эффективное, как бы, решение. А ты любил, насколько я помню, играть в Гулей, да, кажется, против Орка? Или нет? Более... Ну, совсем раньше, да. Я только в Гулей вообще играл. Потом начал переходить на Пауков. С Фрост Армором играл. Тогда еще мало кто играл через Фрост Армор вообще. Я на Т2 пушил тогда. Но тогда играли Арки совсем по-другому. Через Форсиры еще многие играли. Блэйдмастер это более... Это оригинальная стратегия считалась. А сейчас Форсиры это очень оригинальная стратегия считается. Если взяли Форсиры, это уже целое событие, я так понимаю. Можно праздник устраивать. Ну да. А Хасу зачем-то Пауков делает. Это мне вообще совершенно непонятно. Хотя он еще Виверн тогда не видел. Он бы хоть проверил, что ли. Или у него просто такая стратегия, что пофиг там Виверна или не Виверна, он делает Пауков. Ну, зачастую, да, подстраивают первого Паука вслепую. Не делай разведку. Да ему вроде как нечем разведку делать. Только... О, лечат. Скелетами, конечно, только может. Минус Лич. Это тут без вариантов абсолютно. Да. И учитывая то, что ДК второй, Лич первый, при том, что ТЦ на половину третий, можно ставить экспант на Виверну Орку. Особо не парясь о будущем. Тем более у него уже 50 лимита, да? Да я бы не сказал, кстати. У него 4 Виверны и 1 Райдер. Сейчас, в принципе, у Хасу как раз тир доделался. Если он сейчас купит Орбу, не потеряет вот этого Паука и придет пушить с Френзи, он может чего-то определенно добиться. Потому что у него гуляй-то достаточно много. Единственное, что... Минус ТП. Да. Что как-то у него все не заладилось. Прямо. Да. Это будет тяжело, конечно. Тем более он сейчас как-то очень смело выходит со своей базы без ТП, без бутыльков, а там как бы все-таки рейдер есть. Сейчас вот, когда будет у обоих 50 лимита, я думаю, Грэйби не будет даже сражаться. Он будет просто бегать на базу к Хасу, не давая ему пойти на Грэйби. Вот он грабеж даже делает. А, то есть... Просто сейчас будет очень... Такой момент невыгодно, когда драться будет. В ТЦ как бы второй уровень, манны нет, только на один стонг, и там все развалится просто. Если... Ну вот, он пошел харасить или нет. Все-таки Крипджек. Кажется, он сначала намеревался проверить, если Андетт на базе, то закрипит там красную точку на халяву, рядом находящуюся с ним. А сейчас, увидев, что Андетт крипится, решил его Крипджекнуть. Но как-то не очень у него хорошо получилось, потому что он опоздал. И как раз ценив то, о чем ты говорил, второй ТЦ, как-то рискованно... Нет, почти собирается биться. Сеточка хорошо, виверно потянули. Провоцирует гульки такие, таурено, так типа топай, топай, ах, не получилось. Да, конечно, без третьего ДК тоже тяжело, не полечишь особо. И контролит, убирает, да вообще классно. Убирает виверн. Не дает их поймать. Сейчас минус тележка, сеткой будет, скорее всего. А, нет, решил не преследовать. Хотя у Андетт сам что-то хочет сражаться. С другой стороны, виверн не так много. Осталось всего три штучки. Вот, он наконец-то поймал виверн, сейчас может их, в принципе, всех убить. Да, да. Размен-то хороший. Там паука на двух виверн разменял, уже неплохо. Третий ДК, второй коил, можно сейчас на этом паучке... Зачем он первый коил-то кинул? И он сделал ауру, что ли? Вторую ауру взял? Ну, это точно мисклик. Это сто процентов мисклик. Ну, вообще. Ну, какая мораль должна быть у человека, да? Что, представляешь, его там окружают, там... Все плохо, короче, в жизни. Мне кажется, он просто решил, что у него уже был третий ДК, и это уже четвертый уровень. Ну, ладно. Наверное, он просто не мог себе представить, что у него до сих пор был второй ДК тут. Как же я сражался, типа, да? А, ДК режу, там три рейдера, ЭБМ нарезает, сетка, ну, просто армор. Ну, все, ДК не уйдет. Это конец. Хотя, смотри, вырвался. Ну, и по лимиту-то они почти сравнялись, и экспанда в грейбе нет, и тир-3 нет. Вот о чем я и говорил. Да, 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 тот самый момент, когда не надо было сражаться. Угу, все, молчу. Да. Так, рассказывай. Ну, я все сказал. Хорошо. Слава тебе. Сейчас немножечко БМ, ну, до четвертого. Девайс. Надо посмотреть, как среагирует вообще Орг. Что он будет делать. Сейчас он как-то... А, он вообще от Виверна отказался. Теперь пошел разводить Кадоев. Но сейчас, в принципе, для Хасу ситуация хорошая. Достаточно. Все шансы есть. Герои почти равны. А, там третий Лич даже. Вот это да. Да, третий Лич. Ну, у него практически одинаково были по опытности ДК с Личом, поэтому они синхронно качаются. Да. И тем отличный вообще в данной ситуации. Согласен. Большой бутылек выпадает на магазине. После этого, в принципе, можно идти либо на красную... Ну, вниз, скорее всего, либо на... Да, на красный экспант. Он думает пока книгу... Нет, думает, все-таки встретил рабочего. Как раз рабочий проверял красную точку. Да, Громин, наверное, сейчас побежит. Его как раз ловить на этой точке. А Хасу не будет. И подумает, что сейчас Грэбби прибежит меня ловить на этой точке и пошел на другую точку. Все верно. Третий герой Дарка. Как раз затыкать ТЦ. Тут главное вовремя кинуть. И точно. Сайленс. Ну, они играют на лане, поэтому кидать гораздо проще, чем... Ну, я думаю, этот выбор еще тем... Как бы... Спиритволкеров-то нет у Грэбби. И не будет. А, тоже верно. Он через два зверинца играет. Это значительно усиляет Фрост Армор, поэтому Грэбби Кадоев и делает. Потому что... Очень сложно ему будет сейчас выиграть против Фрост Армора, который нельзя задиспелить. Да, нужен рейндж. Ну, либо Т3. Берсерки какие-нибудь. Второй грейд на атаку делается. Грубое что, 1-1 уже? Да, 1-1. Да, он большой любитель поделать апгрейды. Личо еще выпал Дивайс Труша Таура. Вообще шоколадно. Да, отлично делается. Может быть, даже сейчас имеет смысл пойти построить Верма. А, вот и делает он Верма. Дестройеры не нужны, поэтому... А вот Верму пригодится как раз БМа охлаждать. Единственное, что у него апгрейдов вообще нет. Ни одного даже на атаку. Это очень странно и нестандартно, честно говоря. Потому что... Они решают. Очень дешево, очень быстро. 150 золота всего стоит. Хотя бы один нужно иметь. И отличная аура, которая выпадает. Сейчас он... Да, что-то не заладилась игра. Если в начале было как-то все... О-па-сетка. Но тут другая проблема есть. Спуститься. Да. И основная проблема Аркаджеса это вообще просто армор. Потому что... Ему нечем диспалить его. И это просто... Просто может... Он может одного паука Фоку... И не убить его. За весь бой. Так что ему... Но я так понимаю, он сейчас будет подерется, убьет пару пауков, съест пару пауков. Отступит. Нычка у него строится. Начинает на... Так. Кое-то новое такое. Ой, съел паука. Второго может успеть... Да, и второго успевает когда-то съесть. Это неудачно, конечно, для Хасу. Он на этих пауков работает там в минуту. Если ничего не тратить. Да, и тем более... Ладно бы их просто убили, так еще он и не может подстроить новых за место него. Да, лимит чистый. Вирм строится. Сейчас у Грэбби руки связаны из-за этих кодов. Он... Ну, то есть он не может пойти вот эту точку красную последнюю криптиру, потому что Хасу видит, что он делает. И кодов оставлять жалко. Нычку, может быть, надо было попробовать отменить Андеду. Да, просто прийти, отменить и отпорталиться. Это дало бы значительное преимущество по времени ему. Ой, и сейчас БМ проверяет красную точку, там как раз, где крепится Андед. Шейды здесь нет, но Блэйд сам палится. Я не знаю, почему Хаса не делает шейду вообще к своей армии. Ну, то есть, почему с ним не ходит шейда рядом со стаянной. Когти плюс 12. Ну, еще добил Огра. Да, БМ сейчас может пятым на этих трех троллях, главное, Турен не подводить, и будут тебе третьи криты при уроне 20. Да. Ну, в Граби... А, все равно получилось. Смотри-ка, в упор прям. Ровно-ровно у него экспы-то еще 400. Да. Это хорошо. А разве может быть больше? А, точно. Я уже второй раз такую ошибку совершаю. Да, да, не может быть больше. Нет, конечно, это же нейтралы. Кажется, не может. Ну, я знаю одну фишку старую совсем. что там экспы лучше под конец. Ну, чистишь шахту, например, на ТРН-стенде первым уровнем, выпадает там экспы. Лучше подождать второго уровня и взять там экспы, потому что на первом уровне те опыта больше дают за крипов. Есть такая фишка. Чем больше уровень героя, тем меньше опыта за нейтральных тебе дают. Тут, не знаю, вот такого не уверен, что это есть. Вот, это мне один друг открыл такое. А ты проверял это? Нет. Но, если... сейчас я кое-что посмотрю. Вот, ДК, чтобы стать четвертым уровнем, надо 900, если... Нет, я не знаю. Не буду дезинформировать. Проверю сначала сам. окей. Но, в принципе, этот друг много мне чего открыл нового о Варкрафте. Он любит карты делать для Варкрафта. И он очень много знает таких вещей, которые не были в диковинку. Которые совершенно никогда не подумаешь о них. сейчас будет скоро битва. Вот, только... Только уже поздно. Только, да, уже такие лимиты, что ему высовываются. Но он сидит, он хочет, скорее всего, выйти в 60-70, делает там грейд, на атаку третий. Шейду сейчас делает как раз на лимит 50. Может, попробует что-нибудь закрепить. А что здесь осталось крепить-то? Справа точка ворка. Вот одна точка только, да, ворка. Печально, печально. В такой ситуации уже выиграть это только чудо может помочь. И отсутствие Shadowhunter. Потому что все-таки, если Блэйтмастер Shadowhunter остаются и вся армия Йорка и Андеда погибает, то выигрывает Блэйтмастер Shadowhunter. А если остается Турен Блэйтмастер, то там еще непонятно, кто выиграет. Чисто на героях. То есть в долгой игре Shadowhunter значительно предпочтительна. Угу. Об этом СДМК тоже говорил. Видишь, тут Турен брался для других целей. Да. Хотя я не совсем понимаю для каких. Виверны. Ну, понятно, что Виверны, но в принципе игра пошла так, что он в той битве, где были Виверны, сделал всего один стоп первого уровня. Да. Это, конечно, но с другой стороны аура. Ой, неужели наломится, неужели наломится? Да, 80 метров. Не стал ждать. Подожди, подожди, ерма взрывает. Ну, позиция на самом деле такая, что тут... Не очень хорошая, да. Ну, струбочки. Тут слишком много всего. Да, тоже. И стомб великолепный вообще пошел. Таурен под Энвулом, сейчас будет два стомба, это просто андет в панике убегает, пытается как-то перегруппироваться, падает рейнджерка. Почему-то он забыл вешать фрост армор. Вообще, как-то он растерялся, по-моему, неожиданно. Да, была неожиданная атака, да. Сейчас он начал раскидывать, но уже слишком поздно. Улича уйма маны на самом деле. Он мог и на верманы накинуть фрост армор. Может быть, не хватило тогда бы трех бетов для взрыва. А, ну и шафта кончилась тут, в принципе. Уже ждать-то нечего было. Криты 292. Ну да, он просто хотел до последнего, типа, вот сейчас вот оно, еще полминуточки, и я пойду. Ну, честно сказать, тут игра такая была, у Хасу вполне были реальные шансы, если бы он не совершил ошибок в более поздней игре. Он ТП за ТП просто делал в поздней игре.